Восвятая служба информации телерадио компании Гомелю, в студии працуя Марина Джалая, глядите у гэтым выпуску. У Гомеля юбилей Кастрышницкая революция, значили реконструкции падей, які отбылись у Петрограде 100 гадов тому. Гомельская область лидируя по колькасе уключенных у господарший оборот объекта коммунальной уласности. Регион не застаётся у боку от падрыхтоки до других европейских гульням, а зараза обгэта мы иншим больше падрабязна. У расисты митинг, закладка капсулы с посланием до потомков и реконструкция революционных падей. Сегодня у Гомеля значили 100-гадовый юбилей Кастрышницкой революции. На мероприемствах побывал Олег Сенсюроу. Урачистые мероприемства у Гомеля начинаются, как ургана славы. Насыпаны 50 гадов тому, у гонор у всех, кто оборонял родиму подчас великой очины. И он стал одним из самых знакомитых помнеков советских часов. Ветераны узгадывают, унести свой уклад у быдавництво и мкнулся шматых тозгамельчан. Была я тогда еще молодая, и мой сын был еще маленький, ему было только 8 лет, 9 так примерно. И солдаты и наши из части вот в Лещенце, ракетчики, и строители, ну в общем все, у кого были самосвалы, возили сюда землю. И мы прибежали, жители ближайших домов, не все тут было построено, только вот там, где улица Брестская. И тоже, кто ведерком маленьким, дети, кто большими ведрами, тоже это все помогали делать. Такие курганы славы тогда створались практически в 8 городах Беларуси, але у Гомельского была одна особливость. 5-10 годов тут заховывалось послание нащадкам, якое назвали капсулой часу. Капсулу часу у Гомельской курган славы закладе 26-го косточника 1967 года. Вядомый на час 11-1-30 хвилин. З наказом ускрыть сегодня, 7-го истопада 2017-го, по часу цветкования стагодия Кастырченской революции. Для того, как не пошкодить текст послания, капсулу ускрыть специалисты-реставраторы. Хоть текст его сакретым не заявляется, один из экземпляров у свой час передали областный музей. Нехай на завсёды заховывается в ваших сердцах память о ваших батьках, мате, старших братах. Тых, кто прошел нелёгкими шляхами войны, узнял зруин города и вёске. Да у силу и мост вашим марам, вашим взяснением, вывив на космичные орбиты своих сынов, мы передаем вам эстафету грандиозных перемог. Вам уручаются лёсы родимые, лёсы будущих поколению, лёсы усяго человечества. После завершения реставрации полный оригинальный текст послания, будя опубликованный в сроках массовой информации. Па час цветкования стагодия Кастырченской революции, о гомеле о Богуе часто вспоминали об минулом и казали об будущем. Свято Кастырченка – это да не на поваге героям пешых пяти годок, ветеранам войны, тем, кто одновлял разборную господарку, працевал на предприемствах и палетках. У нашей истории было шмат героичного и трагичного, об этом не обходна памятать. Миновата так можно спромливать основную идею нового послания, якое замуровали на головной площади Гомеля. Этот наказ повинен быть ускрыт в 2067 году, по час святкования 150-х годов Кастырченской революции. Сегодня мы очень много вкладываем сил для того, чтобы реабилитировать наши территории в плане экологии, что мы сейчас не только осваиваем космос, но и виртуальное пространство. И, конечно же, мы желаем нашим потомкам, чтобы их стремления были только чистыми и добрыми, чтобы в погоне за новыми технологиями мы не забывали оставаться людьми. Реконструкция революционных падей – одна из самых видовищных часток программы, присвященная годовинник Астырченской революции. На некий час Гомельский палацово-парковый ансамбль первотворился в Зимний палац с нежматрикими оборонцами, как это и было 100 лет тому. В поле сападе 17-го Зимний обороняли невинами значной силой, в основном юнкера и жаночный батальон. Змогаться за часовой урат, який уже не корыстался популярностью, практически никто не ожидал. Непосредственно захоп Зимнего обошелся без значных охвяр. И еще больше мирным шляхом передача улады пришла в Гомеле. Але в реконструкции, хоть и историчные, есть свои правила, а тому были и стрелы, и пораненные, и забитые. Реконструкция революционных падений у Гомеля стала самой массовой и масштабной в Беларуси. Каб принять удел у ее, у Гомель приехали члены военно-историчных клубов практически из всей краины. Сейчас у нас у местной репетиции было не шмат, они, увы, никого все отримались. После завершения взятия Зимнего, его деньги означают, такая реконструкция бывает один раз в 100 годов. Реконструкторы приехали со всей Беларуси. Те, кто реконструирует, в первую очередь, царскую униформу, часть из них поделилась на тех, кто за трудовой народ, а часть, которые подчинялись еще временному правительству. Дворец – это не ежегодное мероприятие, это первый раз здесь. Я думаю, что провели и провели успешно. Олег Сентяров, Игорь Мариченко, телерадокомпания «Гомель». У Гомельской области с протягнением адресного субсидирования в этом году закладут 16 шмат поверховок. Про это поведомили у региональном комитете по будовництві архитектуры. На данный момент работы ведутся на 12 объектах. В ближайший час будовники приступят до закладки еще 4 высоток. Дарыши кошта гэтага жиля будзе нижей коммерцейнага. Напрыклад, у Гомельским районе цена за один квадратный метр складе 660 рублев. Гомельская область лидирует по колькостю уключенных у господарший оборот объекта коммунальной уласности. Все лето за 9 месяцев у господароны были 333 такие сбудования. А б тым, як региону удалось остать лепшим у гэтым на прамку – наступный сюжет. Частка объекта уздобыла новых господаров с допомогой аукционов. За 9 месяцев фонд Гомеля былмаемость, организовав и провел их амаль 90. У тымлику 35 с установлением пошатковой цены у одну базовую величиню. На гандаль выставлялись больше, як 170 объектов коммунальной уласности. У нас продаются объекты только с аукционных торгов. Есть еще такие способы, как безвозмездная передача под инвестиционный проект, но продажи осуществляются с аукционных торгов. В текущем году за 9 месяцев продано с аукционов 68 неиспользуемых объектов, в состав которых вошли 116 зданий и сооружений отдельно стоящих. Это также является первым местом среди областей, как по количеству, так и по отдельному весу, реализованных на аукционных торгах объектов. Зараз Гомельшина не только мая лепший показчик у республицы по колькости объектов, что отрымали другое житё. Я на один, кто выканал свыше 50% от годового плану. Гэтый показчик у нас складает 67%. Усяго до конца года у господарший оборот треба утягнуть амаль по тысячам объектов. Достаточное количество объектов приобретается под производство. В принципе, есть ещё объекты, на которых располагаются торговые объекты и сферы услуги, а также в настоящее время достаточное количество объектов реализуется под жильё. Уся необходная информация размещана на сайте фонда Гомель Аблмаёмости. А кроме Атахо, любые тлумачи не можно отрымать у отдела аукционных торгов. По номеру телефона 70 38 49. Марина Джалая, Настасья Кучинская, Игорь Марышенко. Телерадоэ компания «Гомель». У Гомеля открылся гандлёвый объект, який объеднал под одним дахом творшись белорусских майстров и рамесников. Её нагадывая невеликую выставочную галерею с паличками для демонстрации оригинальных рукотворных работ. Программа урочистых открытся сопровожалася шерогом цикавых мероприемствов. Тут проходила демонстрация коллекции модного одзения и займальные майстер-классы по народных мастацких промыслах. Працавали и специальные зоны, где кожный жадающий мог отрымать профессийную консультацию стилистов або майстру рамесников и зарабить фотосдымок на память. У новой кроме можно убачить самые неординарные рукотворные выробы. До того ж тут планують проводить майстер-классы с уделом гомельских и запрошенных майстру. У основе проекта идея развития самозанятостей громадян и включения их в предпринимательскую деятельность. Объект задумывался таким образом, чтобы наши мастера, наши творческие люди могли себя попробовать в реализации через какую-то торговую площадку, которая за них бы делала все. Единственное, что нужно, это разместить свои работы. Или в аренду полочку взять, разместить и продвигать совместно, или просто разместить работы на комиссию и тоже совместно продвигать. Самое ключевое здесь – это совместное продвижение. Вы, пожалуйста, творите, ваши творения приносите. Мы их будем размещать, мы их будем продавать. И, мало того, мы будем учиться совместному продвижению. Центр моды и прыхажості «Хрустальная нимфа» запрашаю гомельчаны, кей кей знаходится у шлюбе и маю дятей, прийти на кастинг областного конкурсу «Миссис Гомель-2017». Он отбудется 10 листопада о 18-й године. Удельник шакают по адресі. Речицкий проспект 24-2. Обовязковые крытыры. Узрост от 18-ти годов, рост от 172 сантиметров, наявность дятей, зарегистрованный шлюб и белорусское громадянство. Журы Аберэ – 15 самых харизматичных прыгажунь для подрыхтовки до финалу. За один месяц претенденткам треба освоять мастерство дефиле, хореографии и фотопластики. Финал конкурсу «Миссис Гомель-2017» пройдет у Снежни. Подробязная информация по номере телефона у Гомеля «25-00-96». Девушки сомневаются, приходить либо не приходить. Очень много вопросов возникает по внешнему виду. Опять-таки, стоит ли приносить купальники, либо нет, это абсолютно ненужно. В данном случае данный конкурс пропагандируют как семейные ценности, материнство, женственность. То есть нас в первую очередь интересуют именно эти качества. Мероприятия проводим в общественно-культурном центре. Значительно увеличивается и количество зрителей. И сцена позволяет намного больше поставить декораций и раскрыть возможности. В 2019 году Минск примет другие европейские гульни. Спортивный форум обещает стать самым масштабным в истории суверенной Беларуси. Гомельская область не застается у Баку от подрыхтовки до евро-гульнив и различивая не только на медальные бонусы подчас их проведения. Максим Савин протягнет. Усе спортивные баталии других европейских гульняв пройдутся у Минску. А вось архтоваться до споборництва беларуские атлеты будут сутым ликой в Гомельской области. Спортивные объекты, якие знаходятся на территории нашего региона, дозволяют робить это эффективно. Еще один бок медаля – это туризм. И вось тут для нашего региона открываются махчимости. Шлях до Минска – великая частка гостей и у дельников будет пролягать по территории Гомельской области. Большую работу в следующем году придется провести именно по достойному приему спортивных делегаций и комфортному их нахождению в процессе движения по территории Гомельской области непосредственно на наших прилегающих кафе, автозаправочных пунктах каких-то ремонта и так далее и тому подобное. Но это будет касаться даже не только столько спортивных делегаций, сколько и большого количества туристов, спортивных туристов, которые ожидаются. Поэтому здесь, конечно, уже непосредственно Гомельский регион будет работать очень активно, очень глубоко для того, чтобы максимум сделать все, чтобы все, кто приедут на вторые европейские игры, чувствовали себя комфортно. На Еврогульне задач по колькости завоеванных медалев по кульням, да с поборництву ясно далека. Уздюшар номер 4 Гомеля планует убачить своих выхованцев не только у лику удельников, а ле и призеров. Гимнаст Дзянис Санувонг – член сборной краины, нарыхтуется выступать на Еврогульнях у Шматборье. По кулью резерве, а ле до 2019 года можно стать первым номером сборной краины по акробатации смешанная пара у склада Виктора Охотникова и Илли Фоменкова. Добрые перспективы уже ночах отрыл Ганна Кацуба, Алина Кандзюлёва и Кристина Лишова. Головная надея Гомельской области у акробатации Артур Беляков. У Кастричника у пары с Вольгой Мельникс Бреста и он выиграл серебро чемпионату Европы. По словах спортсмена, оборонять гонор краины на таким форуме, как Еврогульни, да еще и передробными трибунами, престижно. Конечно, хочется выступить, представить страну. Будем работать. Я думаю, тут все-таки больше индивидуально людям. Но главное быть готовым хорошо. А если ты готов хорошо, то не особо разница, где выступать. Поэтому надо готовиться, самое главное. А уже дома или не дома. Конечно, стены помогают, будем на это надеяться. Переможцами европейских гульняв еще до их початку могут стать студенты Гомельского и Мастацкого колледжа. Правда, не в спортивной, а в культурной части с поборництва. В Мастаке удельничают в конкурсе по створении талисмана гульняв. Легкость, простота и изразумелость, а так само отповедность концепции гульняв, олимпийские духы, купальские мотивы. Выконать все критеры не просто, однако Кристина Малых поспробовала адлюстровать их в своей зничце. Так кличут талисман. Фольклорные мотивы использовались, потому что нам нужно было в своей задаче объединить олимпиаду и праздник купалья. И первоначально я думала взять талисманом какое-нибудь животное, которое бы связано было с Белоруссией. Но потом выбор полна. Огонь, он объединяет как олимпийский огонь, так и огонь купальский. Там изображены венок с васильками. Василек – это наш национальный цветок. Я хотела бы, чтобы он помогал нашим спортсменам идти вперед и дальше к победе. Основная частка работы над потенциальными талисманами других Яурагульня узавершена. Досталося только сделать опошные штрихи и отправить в Минск. Прием заявок на конкурс завершается 15 листопада. Максим Савин, Игорь Марышенко, Валерий Гопанько, телерадиокомпания «Гомель». На этом выпуск завершенный. Коллектив телеканала «Беларусь 4 Гомель» виншует всех же хоров в области со святом. Усього доброго и до встречи у эфиры. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова А.Кулакова Продолжение следует...